Далее об этих и других событиях более подробно. В области началась уборочная страда. Перед началом страды на базе аула Тан Жалагашского района прошел республиканский семинар совещания. В его работе приняли участие в области Норбек Нарибаев, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, а также депутаты парламента и аграрий из всех регионов страны. По традиции перед началом уборочные аксакалы с пожеланиями богатого рожая дали свое бота. Далее высоким гостям была представлена выставка сельхозпродукции, парк спецтехники, передовые технологии агросферы. В 2022 году, когда я стал Акимом области, было решено сократить лесовые поля до 64 тысяч гектаров. Но посовещавшись, решили засеять 78 тысяч гектаров. Благодаря поддержке президента страны и правительства, несмотря на дефицит воды, мы получили хороший урожай. В 2023 году мы опять пошли на риск, увеличили посевы до 89 тысяч гектаров и собрали неплохой урожай. В этом году также прогнозировалось маловодие. Опять были рекомендации по сокращению рисовых площадей, но мы разъяснили, что область может выращивать в большем объеме только рис. Остальные культуры не так приживаются из-за климатических особенностей региона. И в этом году ожидаем неплохой урожай. Да, для Дихан этот сельскохозяйственный гос сложился удачно. Самое главное, было достаточно поливной воды. Аграрии полностью были обеспечены ГСМ минеральными удобрениями. Большим подспорьем стало предоставление льготных кредитов под 5% на посевную и уборочную. Министр сельского хозяйства отметил, что работа по поддержке хозяйств будет продолжена и далее. Вы сами знаете, президент страны Касамжимар Тукаев уделяет особое внимание сельскому хозяйству. По его поручению, за пять лет планируется удвоить валовое производство сельхозпродукции. В этом году на весенние и осенние полевые работы было выделено 400 миллиардов тенге под 5%. Это очень весомая поддержка. Дополнительно выделен лизинг в 100 миллиардов тенге под 5% на 7 лет. Повысили субсидии на минеральные удобрения. Благодаря такой поддержке вы сможете увеличить производство сельхозпродукции. Поздравляю с началом уборочной. Теперь задача собрать урожай без потерь. Потом врученные средства вкладывайте в свои аулы, в их процветание. Тогда не будет оттока населения. В этом году в регионе, который является основным производителем риса, возделано 84 300 гектаров данной культуры. 55 тысяч выровнены при помощи лазерных установок. Данная технология давно уже доказала свою эффективность в экономии воды и повышении урожайности. В перспективе планируется выравнивать таким методом весь рисовый клин. Виды на урожай неплохие. Планируется собрать свыше полмиллиона тонн риса. В ходе семинара совещаний были подписаны меморандумы с производителями риса о поставках став фонда регионов более тысячи тонн риса и соли. Это позволит полностью удовлетворить внутренний спрос, а также обеспечить стабилизацию цен на рис и соль. Галымжан Жумназар, Ежас Абдельда, Талгарат Альменов, Шыңғы Шумаханов, Эреки Бланшоу Кимбаев, телеканал Казыларда.